здравствуйте дорогие друзья уважаемые зрители дамы из клуба по интересам и те кто случайно зашел на наш канал мы сегодня опять будем говорить про надежду с канала страничка надежды а постольку поскольку она у нас размножилась она теперь у нас многоканальная из канала где она живее всех живых канал хочу ч так вот это хочу че многоканальная канале видимо от радости что наконец-то она увидела снег так сказать среди весны с ней что-то произошло и надька как выскочила глаза выпучила и давай для нас вещать неразумных просвещать а когда не хватает глюкозы навертываются на глаза слезы и чтобы поднять тонус надька выпускает очередной опус про железную дорогу и про царские дела затоптала праздник марта и тухляк нам развела есть такая рубрика события сегодняшнего дня прочитала на про железную дорогу и как приличная ученица рассказала нам исторический факт и кого она хотела удивить не знаю и такая влюбленная в царя российского и удивленная это железной дорогой она появилась на экране и вещала нам о значимости железнодорожного пути знать вот не был железной дороги можете она каренина до сих пор бы жила у толстого а почему ты не восхищаешься железной дорогой который проходит в метро ты говоришь что ты его терпеть не можешь тоже пути сокращает значит там ты восхищаешься тут ты не восхищаешься ты уж как-то определись твоя многоканальность тебя к хорошему точно не приведет а к чему это может привести трупняк тухляк и депресняк любовь к могилам и гробам ну зритель я тебе поддам решила наша надя безумными глазами с экрана на нас глядя вот дом стоит на пустоте живу я в холоде и в темноте закрыла течер шахты и не спросила надьку ах ты шахтеркой надька быть хотела работала бы там в жаре потела ну течер что ты натворила судьбу надюхи ты другую сотворила была бы ты работница теперь вот безработница многоканальная ты бредишь не уж то все же к нам приедешь то ли на грудь ты приняла то ли ничего не поняла а теперь по существу первое очень странно смотреть ролик где она всех поздравляет с 9 марта когда мы его смотрим 13 марта о чем это говорит что человек живет прошлом делаем из этого вывода объективно надька она хитрит и мудрит и говорит наверное мои рецепты постных блюд вам тут могут не понравится но для чего понравится у тебя на первая каша на второе рис отварной на третье лепешки что ты можешь еще нам показать ну удиви уж чем-нибудь но прям там тетки то просят надюша давай выкладывай рецепт наших там лепешек или рис отварного или чего-то там еще мазни который ты этот рис помазала да вы знаете я вот надьку хотела похвалить потом думать чуть я буду хвалить это собственно наши с вами заслуга мы сколько раз говорили над кто детей это нормально кормит и что им как в тюрьме плошку дашь они в сторону отходят и там так сказать потребляет эту еду наконец-то она им организовала какой-то там дебильный журнальный столик и все равно эти же порции как в тюрьме только за столом они там у нее едят ну хотела похвалить но потом подумала что как-то мы девочки это не доработали не доработали ни салфеточек тебе никаких там за столом все равно они сидят как в тюрьме только вот за общим столом и все следующие девочки продолжается у нее любовь к мертвецам но не может она вот обойтись без могил без каких-то там захоронений опять она так радовалась так радовалась что ее дом стоит на шахте где погибло там множество людей то есть принципе она опять живет в районе где раньше были захоронения но тянет ее тянет ее к вот этим вот вещам и она так восхищается этими шахтами говорит у нас наш ты тут кто ты приезжая вот значит эти самые английские правители они там своих людей морили в этих шахтах радуется она что она сидит там на горе с углем но что они морили своих людей в этих шахтах они мало жили как-то говоришь они там умирали значит они с голоду у вас тут мерзнут по зимам умирают и таких как ты они они восполняют я сначала сверху думал ну зачем такие нужно как натика в англии потом поняла для того чтобы разбавить эту тухлеющую английскую кровь собирают всяких разных с разных стран но я должна сказать что контингент приезжих он надо сказать не самый хороший генетически почему потому что люди в основном уж если они ну так сказать сильные то они и своей стране приживаются если только конечно какие-то гонения на них бывают всяко они тогда уезжают но они тоже хорошо устраиваются работают других странах если они дельные а вот если такие как натика то это совершенно балласт был бы в нашей стране он и в англицкой стране балласт он и есть балласт еще натика чем я тебя хочу обрадовать то что тебе не рассказал вот этот дяденька в шахте но вот ты радуешься что там вокруг тебя под тобой тоннели шахты а ты вообще задавался вопросом как эти шахтеры ходят то ли естественные надобности справляют если там шахте то ли так вот я тебе могу сказать что туалета в шахте нет и те шахтеры они справляли эту нужду везде где ну где место было вот где-то захотел там он и пристроил свою так сказать задницу и передницу так что можно сказать ты сидишь на куче вот этих вот шахтерских испражнений и как-то стихотворение которые ты читала ну да там об этом тоже не говорят а это факт это факт исторический еще одно мое такое вот наблюдение у нас в хорошую погоду надька едет на своей машинке разводит значит развозит своих мальчиков как погода плохая так мальчики топайте пешком сами а у нас наоборот бывает погода хорошая прогуляйте себя плохая давай мама вас подвезет один раз выпал снег и на эти киномашины на приколе ха ха а у нас в и в мороз и в стужу колеса поменяли тут сели поехали ой нет ни на что человек натика не нож ну вот так кратенько про нашу многоканальную каналью я вам рассказала на этом я с вами попрощаюсь пока пока кому интересно заходите поговорим о натике а а а